Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Колоссянам, первоверховного апостола Павла, и мы будем читать вторую главу этого послания и делать ее обзор. Вторая глава начинается словами «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас, и ради тех, которые в Ладыкии и Иерополе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Итак, что мы здесь с вами видим? Апостол Павел через свое послание озвучивает свою волю, что он желает, чтобы не только христиане из Колос, но также и христиане из Ладыкии и Иерополя, которые не видели его лица, вообще не видели его в плоти, и они бы возрадовались о том подвиге, который он совершил. Но на самом деле апостол Павел желает значительно большего. Он желает, чтобы его служение распространилось на Рим, в послании к римлянам он об этом пишет, что желание сердца его прийти и общаться с ними. Он желает и думает о христианах, которые будут жить после его смерти, потому что апостолы предупреждали, что по их отшествии в церковь войдут лютые волки, нещадящие стадо. И мы, христиане России, христиане Украины, христиане Белоруссии, мы не видели по плоти апостола Павла, но через его послание мы созерцаем его служение, служение этой арфы Духа Святаго, как апостола Павла называет Иоанн Златоуст, и радуемся и восхищаемся. Блаженный Феофилакт пишет, намереваясь приступить к учению, он наперед указывает на свою великую любовь к ним, то есть к нам всем христианам, чтобы получить большее доверие. Беспокоюсь, говорит о вас, но ставит наряду с ними и верующих в Ладыкии и других очевидность тем, чтобы они где пришли в смущение, додумав, что причиной этого их слабость. То есть Павел обращается к ним, к христианам колосс, но в то же время он как бы обращается и к христианам Ладыкии, и Иерополия, и ко всем, которые не видели его по плоти. Чтобы колоссианам не показалось бы, что все эти мысли – это только критика их общины, человек имеет право на ошибку. Главное, чтобы он не упорствовал. И мы знаем, что даже многие отцы высказывали еретические взгляды, озвучивали взгляды еретиков, которые жили до них, но отцам это не вменяется в вину. Почему? Они никогда не настаивали на этих заблуждениях. Они просто повторяли их. Так идеи и мысли Оригена, запрещенные церковью, мы находим в писаниях некоторых отцов церкви. Но это ничто не подтверждает и ни о чем не говорит. Далее апостол Павел пишет, второй стих, «Дабы утешились сердца их, то есть всех, которые не видели его по плоти, значит, он имеет в виду и нас, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для опознания тайны Бога и Отца, и Христа». Блаженный Феофилакт поясняет, «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви», здесь он пишет, «наконец уже приступает к учению, но не осуждает их, не вполне освобождает их от обвинений». Это тоже присутствует, но это так деликатно делается, что мы не видим как бы обвинения. Феофилакт продолжает, «В этих же словах заключается и ответ. Подвиг, говорит, имею, с какой целью? С тем, чтобы они не различно мыслили, а были в согласии, и соединились все в одной вере, каким образом? не по принуждению и насильно». Православие не может насаждаться по принуждению или тем более насильно. «Но в любви, сказал же это потому, что разномыслие и порождает раскол». «Для всякого богатства», прочитали ему апостола Павла, «совершенного разумения», то есть, чтобы они, поясняет Феофилакт, «ни в чем не сомневались, чтобы всячески крепло их разумение», то есть, познание тайны, «и не сказал просто для богатства, но для всякого богатства». Феофилакт обращает на это внимание, это очень правильно, потому что Христос принес нам не просто жизнь, а на чем настаивает апостол Павел, но жизнь с избытком. Далее Феофилакт пишет, «Знаю, говорит», то есть, он как бы от лица Павла рассуждает, «Знаю, говорит», то есть, Павел говорит, «что имеете познание тайны, но желаю, чтобы и уверенность в этом познании была в вас сильна». То есть, недостаточно иметь знания, если они не становятся личными убеждениями человека. Или, здесь Феофилакт рассуждает о мысли Павла, «Желаю, чтобы вы были убеждены разумно, а не безотчетно». То есть, важно, чтобы люди убеждались истинной вере через разумное обоснование. Для познания тайны Бога и Отца, это слова Павла, Феофилакт поясняет, как же это тайна Бога? «Та, что через Сына совершается наше привлечение к Богу, а не через ангелов». Потому что вот эти лже-еретики, которые появились среди колосян, они настаивали на том, что есть некие ионы, небесные духи, существа, их там целая иерархия, и вот через них нам дается спасение. А Христос понимался как один из них. Далее апостол Павел пишет 3 по 5 стих, в котором, то есть во Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами». Вот здесь апостол Павел показывает, как действуют раскольники-еретики. Они находят некоторые вкратчивые слова, чтобы проникнуть в наше сознание, в нашу духу. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». В нашем случае апостол Павел тоже отсутствует телом, но духом он сознательствует то, что происходит в церквах и в наше время. Ибо если о земных пророках в книгах царей, в книгах царств говорится, что они понимали даже скрытые слова, которые языческий царь говорил в своей опочивальне. То тем более, когда Павел вознесся на небо и стал духом, достигшим совершенства, как у того же Павла сказано, мы приступили к церкви духов Божьих, достигшим совершенства, во свете Святой Троицы он созерцает те церкви, которые он основал, трудясь на земле, и те церкви, которые от них произошли, в котором, то есть во Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо, хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. И далее. Посему, как вы приняли Христа и Иисуса, Господа, так и ходите в Нем, то есть не изменяйте первой любви своей, когда, пережив встречу со Христом вы родились свыше. Вот такая мысль. Посему, как вы приняли Христа и Иисуса, Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. То есть мы еще и должны благодарить Бога за то, что он укореняет то откровение, которое обращает к нам в нашем сердце. Далее апостол Павел восклицает, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Античный эллинский мир, он действительно очень увлекался философией, языческой философией прежде всего. И понимание апостола Павла это могло создавать некие проблемы. И он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением. То есть за этой языческой философией мало что можно рассмотреть. Это пустое обольщение, то есть пустое пространство, которое может только иметь вид чего-то значимого. по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. А это о чем? Если философия не имеет основания во Христе, то есть когда речь идет о языческой философии, или об атеистической философии, или об атеистическом гуманизме, так называемом, мы должны очень осторожно к этому относиться. Но если философия, то есть любовь, то есть любовь к мудрости, она основывается на Христе, это совсем другое. И в 20 веке появилось такое понятие, как понятие христианской философии. И западный философ, который вводит это понятие, он рассуждает так, если готический собор строится из кирпичей, это не значит, что он ничем не отличается от любого другого строения, которое построено из кирпичей. Так и философия, если она совершается во имя Христова, христианская философия, да, она использует логические умозаключения, то, что и должно быть свойственно философии, но все это ради Христа. И действительно, особенно конец 19-го, начало 20-го века, была целая прияда христианских философов, мы знаем их имена, они сохранились в истории, это и священник отец Павел Флоренский, и очень известный Владимир Сергеевич Соловьев, это и Евгений Трубецкой, и протеерей Сергий Булгаков, и многие-многие другие, это был такой золотой век русско-религиозной философии, конец 19-го, начало 20-го века, но если философия, она созидается по стихиям мира, стихии мира, обычно слово стихия означает что-то такое, что все переворачивается, крушает, это имеется в виду страсти, которые бушуют в сердцах каких-то философов, мыслителей, мы знаем, что был такой философ Ницше, так его страсти, которые бушевали в нем, вот эти стихии мира, они сделали его под конец жизни просто сумасшедшим, абсолютно невменяемым человеком. И другое дело, мы используем философию, даже эллинскую философию, для того, чтобы обосновать учение Христа, это правильное решение. Поэтому некоторые отцы церкви говорили, как для иудеев закон был детоводителем ко Христу, так и для эллинов их философия была детоводителем ко Христу. Далее апостол Павел произносит слова, о котором всегда существовало очень много вопросов к этим словам, удивлений даже вызывали эти слова. Он пишет, это девятый стих, «Ибо в нем, то есть во Христе обитает вся полнота божества телесно». Как божество может быть телесно? Тем более полнота божества телесно. Как вообще совместить эти слова? Ведь в Библии сказано, что Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине, да, так сказано, но в то же время сказано, прославляйте Бога в душах и в телесах ваших. Так что же могут означать эти слова, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно? Святитель Лев Великий, Папа Римский, предлагает нам такое рассуждение. Итак, возлюбленные, объяв любовью единственный залог христианской надежды, не будем отделяться от связи с телом Христовым, в котором обитает, как говорит апостол, вся полнота божества телесно. Речь идет о церкви. Церковь есть тело Христово, и как божественное, человеческое во Христе было неразлучно, нераздельно, неизменно, так и действием благодати через видимое, осязаемое таинство, потому что у каждого таинства есть своя материя, есть своя материя, это как бы такой закон, присутствует действие Бога. «Итак, возлюбленные, объяв любовью единственный залог христианской надежды, не будем отделяться от связи с телом Христовым, в котором обитает, как говорит апостол, вся полнота божества телесно, и вы исполнены в нем, то есть во Христе, ведь когда сущность божества бестелесна, каким образом она обитает во Христе телесно, если не потому, что плоть рода нашего стала плотью божества, и мы исполнены Богом в том, то есть во Христе, в ком распяты, погребены и в ком, то есть во Христе мы воскресли. Конец цитаты святителя Папы Римского Льва Великого. Десятый стих «И вы имеете полноту в нем», то есть в нем полнота божества телесно, а церковь это его тело, поэтому развивая эту мысль, Павел пишет, «И вы имеете полноту в нем», то есть вы, обитающие в теле, вы уже имеете полноту в нем, который есть голова всякого начальства и власти, а мы уже знаем, что Христос это подлинный истинный голова всякого начальства и власти в Церкви Божией. и одиннадцатый стих и ниже по четырнадцатый «В нем вы и обрезаны», то есть все, что происходило с Христом, даже его обрезание, все это происходило нас ради человека, нашего ради спасения. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым» А что же такое обрезание Христово? Павел продолжает двенадцатый стих «Быв погребены с ним в крещении». Оказывается, обрезание преобразовывало собою христианское крещение. И если Ветхозаветной Церкви обрезание совершалось над восьмидневными детьми, младенцами, то это основание крестить младенцев в христианской традиции, потому что одно Ветхозаветное преобразует другое новозаветное уже, в отличие от Ветхозаветного, силой Христа. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли», когда мы выходим из купели, когда человека погружают в воду, он как бы умирает, во имя Отца, аминь, во имя Сына, аминь, во имя Духа Святого, аминь, в нем вы и совоскресли верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых». То есть он родился нас ради человека и нашего ради спасения, он воплотился нас ради человека и нашего ради спасения, он был обрезан нас ради человека и нашего ради спасения, он крестился от Иоанна нас ради человека и нашего ради спасения, умер и воскрес для искупления и оправдания нашего. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, то есть какая наша жизнь была до крещения, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, и истребив учением, то есть учением Святого Евангелия, бывшее о нас, то есть против нас, рукописание, которое было против нас, и он, Христос, взял его от среды, то есть людей, и пригвоздил ко Кресту. Что это за рукописание, которое было против нас? Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, под рукописанием мы будем разуметь или договор, который как бы собственноручно заключил народ с Моисеем, сказано все, что сказал Бог, будем исполнять и станем повиноваться, или условия, которые поставил Бог Адаму, сказав в тот день, в котором вкусишь, умрешь. Оно-то в руках дьявола было как бы рукописание, оно-то противостояло нам, не дозволяя подняться, ибо за ним было право. Это уничтожил Христос учением, то есть верою, ибо не делами, а учением веры разрушил то. Действительно, рукописание против нас – это закон Божий. Ибо в законе Божьем сказано «проклят, проклят, проклят, проклят», и называются грехи, которые имеют место и в нашей жизни. И это рукописание, оно было против нас, а в руках дьявола, на чем настаивает блаженный Феофилакт, это была сила, ибо, как рассуждает апостол Павел, без закона грех мертв. Пришла заповедь, и грех ожил. То есть, когда человек согрешает вне закона, он как бы не знает волю Бога, но когда он узнал волю Бога и продолжает согрешать, это уже не грех, как некая частность, а это преступление против Бога. Как апостолы и рассуждают, ибо тот же, кто сказал «не убей», он же сказал «не прелюбодействуй», таким образом вся вселенная становится виновной перед Богом. И вот он, Христос, как пишет Павел, 14 стих, «истребив учение», то есть вера Евангелия, бывшее о нас рукописание, как сказано, закон произошел через Моисея, закон – это прокурор, который нас обвиняет, «ибо закон произошел через Моисея, а благодать и истина – через Иисуса Христа». Благодать и истина – это и есть учение евангельское, оправдывающее каждого грешника, ищущего прощения во Христе и со Христом. И далее эта мысль развивается апостолом Павлом, 15 стих, «отняв силы у начальств и властей». Христос пригвоздил это рукописание о нас к древу Креста, сказано «проклят, висящий на древе», и он повис на древе. Сказано «не бывает прощения грехов без пролития крови», и он истекает кровью. Сказано «за грех смерть», и он умирает на кресте». Таким образом Павел развивает эту мысль, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, то есть всех этих демонов, мытников, которые обвиняют нас, наговаривают на нас, свидетельствуют против нас, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Ведь в себе самом, не только как истинный Бог, при всём как истинный человек, он совершил в себе самом исцеление нас. Для этого он и принял на себя нашу немощную природу. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье», а законы о пище и питье как раз и были в Моисеевом Пятикнижее, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу, а где говорится о праздниках, о новомесячие или о субботе, тоже в Пятикнижее Моисея. И это и есть тень будущего, а тело во Христе. То есть все эти запреты, все эти постановления, они указывали на исполнение всего этого в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Попробуем это разобрать. «Никто да не осуждает вас за пищу или питье». Вот эти законы Кашрута, они были связаны с тем, чтобы люди следили за тем, что они вкушают, от чего они должны отказаться. Исполнение этих принципов в Новом Завете, помните, апостол Павел пишет, кто ест и пьет, не рассуждая, от тела и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому и болеют, и даже умирают. Таким образом, этот запрет, он приуготовлял эти поколения ветхозаветных людей к тому времени, когда верующие сядут за трапезу евхаристического пира. Или за какой-нибудь праздник. Каждый из праздников он указывал на Христа. Я имею в виду ветхозаветные праздники. Например, главный праздник ветхого завета это Пасха. Апостол Павел пишет, Пасха наша, Христос, закланный за нас. Или новомесячие, то есть обновление жизни, новомесячие, так мы и есть люди нового завета, а не ветхого, потому что жизнь обновилась. обновилась. Или субботу. Суббота по-еврейски шаббат, покой. А Христос, господин шаббата. Он говорит, сын человеческий есть господин субботы. И что еще говорит Христос? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, как господин шаббата, покоя. Он предлагает покой, который возможен только во Христе и за Христом. Поэтому так называемый субботний покой, это был прообраз. И оканчивая эту мысль, Павел и написал, это есть тень будущего, все, что описано в законе, а тело, то есть воплощение всего этого во Христе. И Феофилак пишет, грядущими будущими называет благо Нового Завета, ибо грядущими они были по отношению к Ветхому Завету, существовавшему до то ли, пока было его время, тело же Христова. И восемнадцатый стих «Никто, да, не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно натмеваясь плоским своим умом». Вот эти лжеучителя, которые были в Колосской Церкви, они вот говорили о неких ионах, о неких небесных таких субстанциях, относили к ним даже Христа, на который якобы надо обращать внимание. Но это не так. Мы взираем прежде всего на начальника и совершителя жизни, то есть Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. И Павел развивает эту мысль, «И не держась главы, от которой все тело, то есть те люди, которые переключились на новое какое-то, иное благовествование, то есть на ложное Евангелие, и не держась главы, от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». То есть те, которые отказывают Христу в том, кем и чем Он является, они теряют источник возрастания, источник, связующий нас с Богом Отцом, ибо общение с Ним возможно только в Сыне Его. 20 стих и далее. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира», то есть нам уже не надо обращать внимание на эти древние постановления, как и апостол Павел в послании к евреям пишет, что многие законы, которые давались в Ветхом Завете, они больше относятся до тела, чем нежели до души. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то, для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». У нас тоже таких полно. Это те, которые носятся с книгой правил, и вот один закон, другой закон используют как палку для битья. «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». 22 стих Павел пишет, что все истливает от употребления по заповедям и учению человеческому. А что такое пища и питье? Могут ли они нас приблизить к Царствию Божию? Едва ли. Все в исполнении заповедей. И если мы придерживаемся правил поста, то не потому, что какое-то значение «предаем пище или не предаем», а потому, что есть такая церковная заповедь и наставление Христа, который сказал, что сей род изгоняется только постом и молитвой. А все эти материальные вещи, они истливают от употребления, как и весь этот материальный мир. Это имеет только вид мудрости «в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурение тела в некотором небрежении, а насыщении плоти». То есть, это только вид мудрости, там придерживаются этих правил Кашрута, а как это может отразиться на душе человека? И как это может помешать душе человека, если на настоящий момент это уже не является заповедью, а является тем прошедшим, о котором сказано, что новое вино нельзя вливать в мехи ветхие, иначе и мехи прорвутся, и вино пропадет, то есть вытекет. Итак, сегодня на библейском портале Экзегет мы прочитали вторую главу послания Колоссяном первоверховного апостола Павла и сделали ее обзор. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать третью главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Экзегет пояснений 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 Продолжение следует...